Повышение курса иены и доллара, падение курса фунта и других валют, которые мы видели в прошлую пятницу, окажут негативное влияние на стоимость ресурсов. Паоло Деса, Агреа Нетворк. Паоло, для начала расскажите нам, как сейчас обстоят дела на рынке зерновых и масличных культур в Южной Америке. В этом сезоне мы испытывали некоторые проблемы в Южной Америке. В частности, в Бразилии объемы производства соевых бобов сократились примерно на 600 тысяч тонн. Как правило, мы производили около 96 миллионов тонн. Также мы производили около 76 миллионов тонн кукурузы. Но в этом сезоне мы не выполнили план примерно на 18 миллионов тонн. И это оказало влияние на рынок. В будущем мы предвещаем также невыполнение целевых показателей. Объемы производства соевых бобов составят около 56 миллионов тонн, а кукурузы – 28 миллионов тонн. Но я также считаю, что Бразилия и Аргентина будут наращивать объемы производства масличных культур. И для этого существует целый ряд причин, таких как доступность земельных ресурсов, налаженная логистика, а также эффективная бизнес-модель, которая позволяет развернуть масштабное производство и удовлетворять растущий спрос на протеины в других странах, а также внутри страны, так как в Южной Америке довольно обширный внутренний рынок. Бразилия, Аргентина и Парагвай – это все развивающиеся страны. И они ищут все способы увеличения объемов производства и, соответственно, увеличения своих доходов. Выход Англии из ЕС уже оказал значительное влияние на рынок ресурсов. Как вы считаете, это событие будет иметь долгосрочное влияние на сельскохозяйственные ресурсы? Это очень интересный вопрос. Сейчас очень сложно объяснить все ценовые колебания на рынке ресурсов. Особенно сложно это сделать в свете событий этой недели. Повышение курса иены и доллара, падение курса фунта и других валют, которые мы видели в прошлую пятницу, окажет негативное влияние на стоимость ресурсов. Любые сюрпризы можно однозначно списать на выход Англии из ЕС. Мне кажется, что нужно отложить формирование прогнозов для рынка ресурсов на неопределенный срок. Особенно это касается среднесрочной и долгосрочной перспектив. Для начала нужно посмотреть, как будет проходить процесс выхода Англии из ЕС и пойдут ли остальные страны тем же путем. А также, что будет происходить в мире по итогам референдума. Но кроме всего этого, стоит отметить, что на рынке ресурсов есть собственные ценовые циклы. Например, еще ранее мы видели, что замедление темпов роста экономики Китая оказывало влияние на стоимость ресурсов. Я полагаю, что в будущем нам нужно внимательно следить за всеми событиями, которые могут повлиять на этот рынок. Как вы считаете, объемы производства зерновых и масличных культур в Южной Америке будут расти вне зависимости от ожидания рынков по поводу Китая и Индии? Как я уже говорил ранее, я полагаю, что в Бразилии и Аргентине объемы производства этих культур будут увеличиваться. Мы сейчас наблюдаем новый этап развития сельского хозяйства в Аргентине, Парагвайе и Бразилии. И объемы производства, несомненно, будут расти. Также я считаю, что спрос со стороны Китая будет увеличиваться, так как сейчас Китай переживает изменения в экономике, и это, скорее всего, будет способствовать увеличению спроса. Что касается Индии, то она вполне может перегнать даже Китай по показателям роста. Тем не менее, Индия сейчас столкнулась с проблемой роста внутреннего рынка. После развития внутреннего рынка эта страна вполне может выйти и на экспортный рынок. Но я не думаю, что Индия сможет составить конкуренцию Южной Америке и США на мировом рынке. Пауло, спасибо за ваши комментарии. С вами была Селест Киннер. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ. Всего доброго. Селест Киннер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...